Выступает Маргарита Францева, Тумас. Метод РПП. В общем, психолог. Да, психолог. Я психолог. Работа с неосознанной информацией. С неосознанной информацией. Сама прочту свою бумажку. Психолог Тумас Маргарита Францевна. Метод РПП. Ретроградный поиск. Причина психологической проблемы. Работа с неосознанной информацией рода. Цель изменения негативных родовых программ человека. Для оздоровления, для того, чтобы создать человека будущего. В том числе помочь в создании человека будущего. Метод позволяет работать с программами, которые были когда-то записаны в роду, в определенной ситуации. И в современном мире, в современном мире, они... Громко очень, для меня самой. В современном мире, они этот метод, этот способ при аналогичных условиях потомки рода дублируют. Но ситуации меняются, мир меняется, обстоятельства меняются. И остальные программы данного человека, по сравнению с его предками, тоже уже меняются, они корректируются. И поэтому частенько такое поведение оказывается неэффективным. А иногда даже приносят определенные травмы и проблемы. Поэтому вот возникла такая мысль попытаться перезаписать вот эти программы. На самом деле, это происходит... Мало очень времени... Я могу долго очень говорить об этом. Да, вот. На самом деле, мы перезаписываем эти программы спонтанно в течение жизни, обстоятельства жизни. И это происходит обычно, мы сталкиваемся с какой-то проблемой своего поведения. Мы не хотим, даже иногда уже осознали, что мы не так ведем себя. Хотим как-то по-другому, а у нас не получается. Мы все равно делаем то же самое, как и всегда. Вот. И наступает момент, когда мы уже просто не можем делать по-другому. То есть нам нужно уже изменить свое поведение, но нам это трудно очень сделать. И вот этот метод, он позволяет на... И это делается, да. Вот эти изменения в жизни, они делаются в экстремальных условиях, в экстремальных условиях при очень коротком промежутке времени, когда вопрос жизни и смерти в другой раз решается, или болезни, себя, или своих близких. Вот. И очень частенько в таких экстремальных условиях человек принимает опять не очень корректный вариант поведения. на консультации это можно сделать и более спокойно, в очень спокойных условиях. Значит, метод состоит из нескольких кусков известных методов, объединенных определенным образом, и, значит, позволяет в достаточно мягких условиях, эмоциональных изменить эту программу. То есть этот метод не является эзотерическим, оккультным, магическим. Это технология психологическая. И он не, значит, на мой взгляд, достаточно экологичен, потому что человек делает сам свои собственные изменения, изменения в своих программах, исходя из своих собственных возможностей, своего организма. И эти изменения контролируются не только сознанием, но и подсознанием своим. Потому что человек находится в сознании, он там может закрывать и открывать глаза. Это вот его личное дело, как ему удобно. И в любой момент он не может прекратить консультацию. И он является одноразовым и позволяет работать и является эффективным в постоянно действующих психотравмирующих факторах. То есть это дети алкоголиков, созависимые с наркоманами, с даже наркоманами созависимые. Собственно, благодаря созависимой девушке с наркоманом и родился этот метод, потому что никак по-другому ей не удалось помочь. Вот. И много еще чего другого. Поскольку я сказала, что 5 минут, у меня есть статейка, она, правда, старенькая. Могу, если кому интересно чуть-чуть побольше узнать об этом методе, могу просто дать эту статью. Кому-то я ее уже давала. РПП, ну, сейчас он ПСИП называется, так как-то, чтобы он психологический. Вот. РПП, ПСИП. Ретроградный поиск психологической проблемы. Значит, долгое время я думала, что информацию, с которой мы работаем, то есть это просто реальное событие, может на мысленном экране воспроизвести там седьмого, какого-то еще, не знаю, какого поколения. Вот. И, значит, с ней работать. И мы работаем в реальных событиях, реальных героях, которые были когда-то. То есть, оказывается, мозг все знает, мозг все помнит. Вот. И, да, и он все может сделать, на самом деле. Что очень интересно вообще. И более того, я вот только верхушку айсберга, ну, психологическую такую, да, взяла, зацепила. А туда дальше, если смотреть, там, генетические болезни, там, наркомания, там, что-то еще там, все подряд вообще можно. Туда дальше рыть, 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 рыть. Просто сколько угодно. Но я просто одна, вот, одна бабская сила, поэтому, естественно, в современном мире это почти ни о чем. Вот. Если кому-то интересно, кто-то хочет узнать побольше или какое-то сотрудничество, я бы хотела, чтобы этот метод исследовали, на самом деле. Потому что мне даже само интересно, что он там таит в себе. Вот. Мне, по крайней мере, он дал очень много информации для осознания того, как мир устроен, как у нас информация получается, куда она ходит, уходит, приходит. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, давайте подходите. Будем разбираться дальше с этим методом, что там с ним. Да вон она еще и распечатана есть. Могу и так дать. Но в интернете тоже есть, там народ по моей фамилии ищет, находит статью, находит мое какое-то выступление, которое там когда-то было записано где-то. Вот. Поэтому можно. Но я лучше расскажу. Потому что статья старенькая. У меня много новых идей и мыслей, поэтому просто возникло. Спасибо. Да, и вам спасибо. 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 Продолжение следует...